Открытие крематория в Кольском районе откладывается. У организаторов возникли непредвиденные сложности, но такое учреждение все равно появится в регионе. Альтернативная ритуальная услуга, по мнению экспертов, должна разгрузить городское кладбище. И у предпринимателя, организовавшего ее, уже появились первые заказчики. Городское кладбище между Кулы и Мурмашами становится все больше и больше. Ежегодно на нем хоронят несколько тысяч усопших. При этом безгранично расширяться место упокоения не может. Так посчитал предприниматель Руслан Бартко, который давно занимается техническим обслуживанием крематориев, расположенных в России. Мужчина решил, что альтернативный способ погребения может принести Заполярью пользу. Мы можем сказать, что мощность, производительность этой линии, она обеспечит необходимость людей, эту потребность в этой услуге в Мурманской области на 100%. Даже если все люди, которые обращаются за погребением усопших, они будут выбирать именно эту услугу. То есть производительности хватит. Строительство крематория велось неподалеку от кладбища. Объект пока будет работать на дизельном топливе. Возможности подключения здания к магистральному газу нет. Тепло от кремации тел будет идти на отопление крематория. Свой колумбарий у предприятия не предусмотрен. Урны с прахом будут выдавать на руки родственникам усопших. Открыть предприятие должны были уже в феврале. Однако возникли непредвиденные обстоятельства. Администрация Кольского района, которая у нас должна была вести объект в эксплуатацию, они выразили новое требование организовать, согласовать заранее проект санитарно-защитной зоны. Этот проект занимает определенное время. Регламентные сроки его согласования это полтора месяца. И сама пусконаладка, она возможна исключительно после того, когда объект будет введен в эксплуатацию. Пусконаладочные работы это еще 3-4 недели. В итоге время открытия крематория сместилось ближе к маю. Часть жителей Мурманской области идею активно поддержали. У Руслана уже появляются первые клиенты. У нас есть регулярная обратная связь, что для меня было немного необычным, но не проходит и недели, как нам пишут в соцсетях, на меня выходят или звонят люди. Кто-то хочет прижизненный договор заключить. Такая есть услуга в России в целом. А кто-то такой вот грустный момент, но люди, у которых диагностированы тяжелые заболевания, они узнают и спрашивают прям сроки. В то же время есть у кремации и противники. Так, например, представители Русской Православной Церкви считают, что сжигание тел умерших традиция языческая и идет вразрез с духовным учением. Одно из узловых положений учения Церкви – это как раз воскрешение мертвых для жизни будущего века. То есть, когда закончится история этой цивилизации, земли, этого неба и этого рода человеческого, начнется новый этап, и для этого будут вызваны к жизни все усопшие. Ну, сначала суд, а потом уже определение каждому его места под новым небом, новой землей. В случае сжигания – это как раз богоборчество. То есть, вот мы сейчас разложим все на атомы, попробуй там потом кого-нибудь там воскреси в новых телах, до молекул, так сказать, и развеем еще. Значит, вот попробуй. Это вызов Богу. Типа, ну-ка, проверим как-то там твое учение. Это дерзновение. Я думаю, что это настолько неактуально в нашей стране, в которой такие земли бесконечные, что можно создавать нормальные христианские кладбище, с нормальной традицией. Приживется ли крематорий в Мурманской области, или традиции окажутся сильнее, пока неизвестно. Но то, что такой проект имеет право на жизнь, сомнений не вызывает. Денис Прокопенко, Кристина Харатова, Евгений Буглецов, Максим Петровичев, Арктик ТВ.